Одна книга на 10 человек была, это после войны, а класс был 40 человек. И все равно такая радость была, как начали уже учиться. Не было ни бумаги, ни ручки, а были богатые, а мы были бедненькие. Так я с богатых этих сынов говорю, я тебе дам решение, ну а ты мне дай карандаш или бумагу белую какую-нибудь. На мешках писали. Принимали в первый класс, больших и маленьких, маленьких на первые скамеечки посадить. А больших, это было что-то бесподобное, столько было радости. А учителей, как уважали, не так, как сейчас. Ой, где учительница, это кажется, как бог, как ангел. В библиотеке были, знаете, где? У людей, у которых немножко богатшие люди. Я вот про Ленина взяла книгу читать. И взяла домой, и разрисовала этого Ленина. И губы подкрасила, и щучки, и брови. Вот до смерти буду помнять. Так меня мама ругала. Мы занимались в хатах и в школе. Учительница у нас одна была, бумаги не было, линеяли. Учителя нам, где газету какую, где что. Но учили очень красиво писать. Почерки очень красивые были у нас. И до сих пор, допустим, у меня сохранилось. Была школьная форма, коричневый и белый передничек, обязательно. А если за партой сидели, то коричневая форма и черный передничек, обязательно. А если комсомолец, то обязательно значок. Это очень долго, не было цветов вообще, купить невозможно было. Если только своих кто-то выращивал, это да. Не очень-то можно было купить цветы. И цветы проходили, просили мамы моей. Это было еще до войны. Я пошел в первый класс. Помню, в 28-ю Минскую школу. Работаю, лучший изобретатель, лауреат государственной премии СССР. Все удалось. А теперь мне уже 80 лет. Спасибо вам. В то время, когда мы были молодые, не такое было 1 сентября. То есть мы всеми группами собирались, и родители к нам не ходили. Мы были более самостоятельные в это время. Мама заявление подала, безо всякой платице школьного все. Но я училась лучше других детей. А тут и бантики завесим, и думаем, как бы списать. Где-то. Украсть интернет информацию. И учат плохо. Все на репетиторах. А когда пришла в первый класс, и увидела доску. И я думала, что это будет показывать кино. О, мы в деревню, в деревню, в лапсе ходили, боссы в школу ходили. Голодные. Ой, не дай бог. После войны. Не дай бог. Помню, 1948 год. Там четради были, там книжки были, букварь, книжки. Все, арифметика, галлиброт. Все, это все было. И в городе не кормили. Никто с собой. Там дадутся куртам. Ну, там скварку. И все там перекусишь. Только помню, какие продукты дети приносили с собой в школу. Кто-то молоко, кто-то хлеб. В 60-м году, 1 сентября, пошел в школу в Бресте. Конечно, помню. Тяжелые были времена. В первых классах стояли в очереди за белым хлебом. Ничего не было. Со школы приходили и шли стоять в очереди. Нынешнее поколение живет хорошо. И нужно радоваться. Сейчас пенсионерам нам нормально. Ну, и так школьники были, как сейчас, один возраст. И старший, и моложе. Животных пришлось спасти. В школу через день ходил. Мы дети до военного поколения, так что у нас 1 сентября нормального и не было. Володь, и все это помню. Когда траву ели, когда есть не было чего. Долгое время одежды не было, денег не было. И не было, не работало ничего. Это ж после войны. Так я отчет. А я отчет. За 8 лет отчет. Пенсии у нас не очень-то большие. Такие вот, чтобы можно было тоже выехать за границу, отдохнуть, пожить. Нет. И вот так вот жизнь наша, в общем, прошла неинтересно какая-то. Одна книжка была на двоих у нас в школе. Я в Сибири вырос. Моя маленькая внучка. Это же микрофон. Это микрофон, да, вот. Поговори в микрофон. Скажи что-нибудь, тетя. Ты ждешь 1 сентября в школу? 1 сентября. В школу. Когда вырастешь, тогда в школу пойдешь. Да. Через 2 года. Все, хватит. Все, хватит. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Продолжение следует...